Друзья мои, мы рады вас видеть в нашей студии. Сегодня у нас в гостях Голубева Лариса Валентиновна. Лариса Валентиновна, здравствуйте. У нас сегодня продолжение курса, который вы у нас на школе ведете, который называется «Космос. Психобиоциклы человека. Часть вторая». В общем, все, что связано с человеком. Лариса Валентиновна, пожалуйста, вам слово. Так, ну, как говаривал некто Карлсон, продолжим разговор. Значит, я остановилась на такой смысловой точке о том, что за последние, особенно вот полвека, накопилось очень большой массив данных различных по замерам разных параметров физиологических. То есть, ну, механическое накопление, массива данных, которое позволило постепенно выстраивать из него уже какие-то взаимосвязи, понимание закономерностей и взаимозависимости этих всех параметров. И появилось огромное количество циклических графиков. И, собственно говоря, стало понятно, что есть масса циклов. Вот, и задача следующего этапа – это их описать, их понять, понять их первоначальный импульс. И необходимо тоже, в том числе, понимать корреляцию между этими циклами. То есть, если говорить вообще о физиологии человека в современном таком продвинутом понимании, то это кучок волн разных периодов и форм. И все они должны находиться в определенной четкой, совершенной синхронизации друг с другом для того, чтобы система не дезинтегрировалась. Вот эта вот вся физиологическая система не дезинтегрировалась. То есть, нужно сохранять ее устойчивость, динамическую устойчивость в том числе. Собственно, то, что мы и называем здоровьем. Это пучок синхронизированных циклов, потому что волна – это в любом случае цикл. И эти циклы подчинены космическим циклам. То, чего я уже коснулась в виде упоминания в первой части. И заводятся физиологические циклы, собственно говоря, именно этими космическими циклами. Здоровье – это, еще раз подчеркиваю эту мысль центральную, это согласованность и заданная, необходимая, изначально необходимая синхронизация этих циклов. Их ритмовая связанность и устойчивость. То есть, нужно понимать, что все вот эти разноформенные и разнопериодные циклы, они должны находиться в тональной и, ну если в звуковом смысле, да, они должны находиться в таком симфоническом состоянии, то есть не в какофоническом, разнобойном, а именно в симфоническом состоянии. Вот. И представлять такой гармоничный алгоритмический рисунок. И тогда, как бы, вся система закономерностей будет работать правильно, хорошо и без боев. Вот. Причем мы должны понимать, что, как бы, этот алгоритмический рисунок не нами задан, не человеком. И, собственно говоря, не нам его и разрушать. Вот. А мы это совершенно безалаберно и практически ежедневно делаем. Вот. То есть, вот эту мысль я хотела зацепить из предыдущей части и вот возобновить и довести ее. Вот. Теперь я хочу, собственно говоря, проиллюстрировать, что, вот, допустим, мы берем элементарные несколько графиков, да, по нескольким виду, по нескольким гормонам. И вот мы это и видим, что это все определенные совершенно волны с разным рисунком. И они все друг с другом должны быть обязательно взаимосинхронизированы и как-то соотнесены. Вот. И, как бы, человек должен понимать, что этих циклов, помимо циклов по веществам и процессам, этих циклов еще по времени. То есть, то, что вот я говорила о хронобиологии и последующей за ней уже вот-вот на пороге стоящей хрономедицине, то вот здесь вот есть, как бы, я не знаю, хорошо или плохо видно, но в всяком случае, видимо, читаемо. Вот я выделила основной цикл, это суточный. То есть, вот написано «один день», правильно, да, который называется циркодианным ритмом. В прошлый раз я тоже об этом говорила. А, соответственно, есть циклы большие по времени, вот они здесь, да, это инфрадианные циклы, и те, которые меньше по времени, это ультрадианные циклы. Вот, соответственно, нам для здоровья важнее всего суточный цикл, потому что он в основном все наши метаболические процессы и регулирует. То есть, они по нему заведены, они по нему функционируют. И их, собственно говоря, мы ежедневно избиваем своим неправильным к ним подходом. Поэтому вот я вот эту вот схему показала для того, чтобы было понятно, что циклов очень-очень много, они все встроены друг в друга. То есть, от самых коротких, в доли секунды, но это касается в основном центральной нервной системы, и самых длинных, адаптивных и инволюционных, к сожалению, относительно человеческой жизни циклов, которые примерно идут с периодом в год. Виток все меньше, 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 меньше. Вот. То есть, вот это вот понимание встроенности друг к другу циклов, матрешками друг к другу, оно должно у человека обязательно быть отражено в сознании. Человек должен понимать, что вот эти вот регуляции он не должен игнорировать в своей повседневной жизни. Конечно, не без фанатизма, но в то же время это все учитывать. Вот. Теперь я хочу остановиться, собственно говоря, и углубиться именно вот в циркодианный ритм, потому что он, еще раз говорю, является самым главным, и на его примере можно будет хорошо показать важность всех остальных. То есть, понятно, что об этом можно говорить часами, и по каждому конкретному параметру можно делать целое отдельное занятие, но задача такой не стоит, у меня стоит задача показать сам механизм. Вот. Кстати сказать, я немножко отступлю, мне в прошлый раз один человек в комментариях написал, что я постоянно выпускаю роль высших сил. Вот. Такая фраза у него была. Вот. И я ему хотела ответить, что я не выпускаю ни в коем случае роль высших сил. Может быть, знаете, мне они, например, это я, естественно, иронизирую, поручили перевод этих более высоких понятий на понятие матчасти, то есть физиологии. А они же ведь как бы на физиологическом уровне тоже проработкой закономерности занимались высшей силой, я имею в виду. Вот. А мы как бы весь этот физиологический уровень забросили и переподчинили. А я считаю, что это нехорошо, и надо на этом уровне тоже разговаривать, помимо обобщения. Вот. Так вот, я, значит, остановлюсь подробнее именно на циркодианном ритме, который руководим солнечным дневным циклом. Ну, то есть, понятно, что оборот там земли вокруг Саварисии, но все равно это солнечный дневной цикл в том числе. И опять же хочу напомнить, что, если я опять эту картинку покажу, что есть виды существ живых, живых, у которых есть непосредственно воспринимающий орган посвящения, вот тот самый критий глаз. Вот он. Это прямо с дырочкой в черепе, все как положено, светочувствительный глазок, который руководит всей активностью, заводит всю активность таких живых существ, зависимых от солнца в прямой. А постепенно он переместился в толщу головного мозга и теперь представляет собой небольшой, абсолютно маленький вот орган внутренней секреции, называемый эпифиз, который является водителем ритма вот этого самого циркодианного ритма. Потому что вот здесь показано, что цикл день-ночь руководим вот этим маленьким образованием. Немножечко напомню, опять же, чтобы связь между двумя занятиями была, не надо было пересматривать, то есть, что называют его еще в том числе третий глаз. И через историю медицины прошло некое представление о том, что из себя представлял вот этот маленький орган. То есть в истории еще огромное количество сотен лет назад, даже, можно сказать, тысячи лет назад, еще древние индийские философы считали его органом ясновидения и органом размышлений о перевоплощении душ. А вот, собственно говоря, как бы анатомически впервые его выделил Гален и назвал его гландула пинеалис, потому что он был похож на шишку итальянской сосны, ну это пинеа по-латенскому, поэтому пинеалис. И, собственно говоря, описал, изучил и стало как бы понятно, что это что-то такое очень важное. А, допустим, Декарциум трактатия о человеке высказал мысль, что эпифис является совместилищем души и местом соединения восприятия всех органов чувств в головном мозге человека. То есть, как мы понимаем, уже давным-давно значение понимаемо этого маленького, но очень важного органа. Вот. И в настоящее время понятно, что есть уже прекрасное представление о том, что эпифис является таким водителем ритма суточным всей физиологии человека. Ну и, естественно, связанными с ними и психологическими суточными ритмами тоже. То есть, ну, прежде всего активности бодрствования и сна, ну и других привязков там тоже можно как бы связи проследить. Вот. Ну, это я потом, может быть, немножко позже на этом остановлюсь. Сначала на физиологии. В темное время эпифис вырабатывает гормон мелатонин. Мелатониновая молекула это очень древняя молекула с точки зрения эволюции. И она существует на Земле где-то уже примерно 3,5 миллиарда лет. То есть, еще у бактерий, которые уже имели какие-то, ну, там, может быть, не суточные, просто светозависимостью уже появилась вот эта вот молекула. И, собственно говоря, она существует на протяжении, с точки зрения, опять же, эволюции, всего времени развития. И находится в большинстве живых организмов и растений, животных, которые синтезируют аналогичные вещества. Вот. Его обнаружили уже так вот прямо химически. Примерно там, в 1958, что ли, в 1958 году, не помню точно. Вот. И выделили, поняли функцию. Вот. И поняли, что потом уже при изучении поняли, что это вещество синтезируется ночью. Что, собственно говоря, и связали с уточными периодами покоя бодрствования. И примерно два десятилетия мелатонин считался только гормоном сна, регулирующим саркадный ритм человека. И все. Вот. И подавляющее большинство, вернее, подавляющий объем мелатонина вырабатывается эпифизом, как я уже сказала. И есть еще некоторое количество процентов, 20, которые вырабатывают особые клетки разной организма. Я потом остановлюсь там на одном аспекте и станет понятно, почему я это сейчас упомянула. Вот. Значит, поскольку как бы мелатонин, получается, делится на центральный и периферический, то вот периферический он работает на местном уровне, а центральный будет руководить, собственно говоря, циркодианным ритмом. Начинает вырабатываться, вот если на этом прямо акцент делаю, что он начинает вырабатываться в промежутке от 20 до 22 часов. То есть у жаворонков это происходит чуть пораньше, у усов чуть попозже. Вот. Но тем не менее наработка концентрации постепенно идет и она достигает пика примерно с полуночи до двух часов. Иногда там пишется в литературе, что с 23 часов до двух часов, то есть с 11 вечера до двух часов ночи. А к 6-7 утра, соответственно, она падает до минимального уровня. Почему я на этом акцентирую внимание? Потому что у нас сложилась просто повсеместная практика, что люди в это время не спят. Люди в это время находятся, во-первых, в освещенном состоянии, что подавляет выработку на локониме, а во-вторых, находятся в состоянии, даже вот как бы не собираясь ложиться спать. То есть они занимаются развлечениями, чтением, просмотром всего чего угодно, различных контентов и, соответственно, вот этот вот естественный процесс сами себе убивают. Сейчас я перечислю, что конкретно они себе убивают и чему они не способствуют. Значит, мелатонин оказывает выраженное хронобиотическое действие, то есть регулирует суточные биоритмы. и сезонные, кстати, биоритмы, но это там более сложная конфигурация происходит. Способствует засыпанию, отвечает за спокойный восстановительный сон, подчеркиваю, восстановительный, естественный, восстановительный, приносящий естественный отдых человеку. Дальше, поглощает свободные радикалы. Ну, слово сочетание свободного радикала я буду сейчас всем уже известно, масса информации на эту тему. То есть, это нестабильные молекулы, которые повреждают ткани, органы, приводят к снижению иммунитета, развитию, соответственно, в том числе иного образования и ничего хорошего не делают, а только вред причиняют. Дальше, мелатонин является самым сильным природным иммуномодулятором. Он восстанавливает поврежденные клетки, предотвращает в связи с этим, опять же, подчеркиваю, заболевания онкологической сферы, потому что повреждения клеток через последствия приводят в том числе и к ним. Мелатонин, значит, еще раз повторяю, это сильный иммуномодулятор, и он влияет как следствие на функции иммунной системы, все, естественно, в комплексе. В том числе важно помнить, что мелатонин, опять же, захожу в матчасть, прошу прощения, если кому-то это не нравится, он продуцируется из серотонина, который тоже на слуху, который тоже является биологически активным соединением, и в других тканях, в других частях мозга, в том числе серотонин, биосинтез идет до серотонина, а в эпифизе серотонина уже синтезируется до стадии мелатонина. поэтому, естественно, этот процесс должен быть доведен до конца темновой вот этой фазой существования человека и фазой сна, связанной с темновой фазой человека. Теперь уже внутри эндокринной системы мелатонин тоже имеет огромное значение, естественно, в том числе через эндокринную систему воздействует на все фазы метаболизма, опосредованно опять же через другие как бы этажи руководства, нормализует температуру тела, действует в том числе как антидепрессант и предотвращает возникновение некоторых психических расстройств, например, таких как тяжелую депрессию. Вот. И что немаловажно, замедляет темпы старения, увеличивает продолжительность жизни. То есть очень много вещей хороших могли бы происходить у человека в организме, если он занимался вместе с природными силами выработкой мелатонина у себя. Вот. Значит, что я еще хотела подчеркнуть по этому поводу. Значит, дело в том, что мы знаем прекрасно, что с искусственным освещением мы нарушаем не только образом жизни, но еще и просто приходом в нашу жизнь искусственного освещения, мы нарушаем долительность темного и светлого периода времени. поэтому мы, когда вечер проводим в освещенном состоянии, то мелатонина вырабатывается не столько, сколько нужно, а вырабатывается значительно меньше, иногда вплоть до того, что нарушается вообще его выработка, идет пробуксовка, так сказать, этого процесса. И те положительные для организма последствия, которые должны вызвать выработка мелатонина, они, естественно, не происходят. А вот, значит, что понижает уровень мелатонина? Первое, естественно, свет, эпифиз должен вырабатывать и способен вырабатывать мелатонин только в темноте. Если ночью включено освещение, производство гормона, как я уже сказала, замедляется вплоть до полной остановки. И все экраны, которые находятся у человека, перед глазами, то есть телевизор, ноутбук, планшет, мобильный телефон, они все нарушают и снижают и нарушают выработку мелатонии. Потребление кофеин, содержащих напитков в больших количествах, употребление алкогольных напитков, курение, прием нестероидных противовоспалительных средств, которые у нас очень широко применяются людьми и совершенно тоже мало подконтрольно, но и возраст, то есть после 45-50 лет выработка естественного мелатонина сильно снижается. Теперь нужно поговорить о том, какие привычки хорошие нужно выработать для того, чтобы мелатонин вырабатывался как положено. то есть человек должен во-первых правильно готовиться ко сну за некоторое время до сна он должен ну не то чтобы свет отключить, но он не должен смотреть в освещенные экраны, потому что попадение на сетчатку освещения, оно не будет способствовать выработке мелатонина. И ложиться спать нужно обязательно в те часы, когда мелатонин вырабатывается. Не нужно его время отхода ко сну не нужно затягивать, потому что опять же вы эту волну сразу потащите, вы ее сдвинете и вы ее опустите. Она должна вовремя начинаться и вовремя набирать максимум. Иначе все процессы связанные с ней вы не получите. Что касается веществ, которые стимулируют и способствуют выработке мелатонина, то это кальций, магний, витамин В6, никотиновая кислота. Не путать с никотином. Сейчас не могу не остановиться на такой вещи. Стали применять синтетические аналоги мелатонина. и я хочу, если вдруг кто-то с этим знаком и пытался применять или там захочет применять, ну что, значит, естественно, не вырабатывается, мы будем искусственные пить, я хочу сразу почерпнуть, что это вещи, с которыми нужно обращаться крайне осторожно и ни в коем случае не применять самостоятельно, потому что это применяется только в исключительных случаях. Например, когда у человека уже явно есть хронобиологические нарушения, то есть, например, когда человек часто меняет часовые пояса, когда, например, он работает по сменному графику, с чередованием ночных и дневных смен, и нельзя гормон сна, ну, мелатонина так называют, применять как привычное снотворное средство, только при сбоях и только кратковременно и одновременно с этим восстанавливая естественный цикл выработки мелатонина. Даже если там, допустим, придется, там, понятно, что это должен написать на врач, выписывать, это даже не оговариваться, эффекта никакого не будет, потому что всегда есть система обратных связей, и если в организме что-то появляется извне привнесенное, искусственное, то, естественно, начинает прекращать вырабатываться, ну, снижается выработка вплодопрекращения, то есть вместо хорошего эффекта получится, наоборот, отрицательность. Вот, поэтому, если его там назначают при какой-то там хронической бессоннице или при, не знаю, жуткой какой-то, то это только экстренно и неодолго. а вообще при сохраненной суточной секреции молотонина его назначать ни в коем случае искусственным нельзя. Вот, и масса, конечно, работ сейчас появилась по этому поводу, там не один десяток тысяч работ, потому что тема интересная, тема животрепещущая, и в общем, как бы резюмируя, можно сказать, что одним единственным этим циклом можно наладить, мелотониновым я имею в виду, можно наладить массу процессов в организме, просто массу, потому что все остальное будет идти за ним, раз он водитель ритма, то очень многие процессы, вот эти волны, которые я показывала вначале, они начнут синхронизироваться сами собой, и не нужно будет ничего стимулировать ни химическими веществами, ни какими-то другими приемами технологическими, они начнут самовыстраиваться, самовыстраиваться и самоподстраиваться, вот, и хочу еще вот напоследок о мелотонине зачитать одна статья, мне попалась очень интересная, как бы, ну я из нее выборки сделала, мелотонин и ковид-19, как бы, потому что, ну, на зло бы дня так. Значит, дело в том, что были публикации, что осенью 2020 года даже применяли мелотонин для лечения президента Дональда Трампа от ковида. Значит, и в США в октябре 2020 года был размещен отчет о научно-исследовательской работе, в которой было изучено 800 случаев заболевания тяжелой формы ковид-19. Выяснилось, что пациенты, изначально имевшие высокий уровень собственного мелотонина и те, кто получал гормоны в виде лекарственного препарата, достоверно чаще выживали при анимации. Мелотонин повышал шансы на выздоровление как при коронавирусной, так и при другой инфекции, поражающей легкие. Вот, еще там в других странах были опубликованы там, как бы, аналогичные работы, это все вот примерно там, конец 20-го, начало 21-го года. Значит, что заболевание у пожилых людей может протекать более тяжело, вот, инфекционное, да, вот такое, в связи именно со сниженным содержанием мелотонина возрастным. Вот, и что, как вот я говорила, что часть мелотонина, меньшее, 20% примерно, она вырабатывается там фрагментарно по разным тканям, в том числе мелотонин вырабатывается в альвеолах легких. И вот именно этот мелотонин местный тоже в том числе становится барьером для коронавируса. Вот, и поэтому люди с высоким уровнем мелотонина, они не заражаются ковидом или переносят эту болезнь более легко. Автор вот этого конкретного исследования, она уверена в том, что применение назальных капель и спрея с мелотонином это эффективное средство борьбы с ковид-19. механизм объясняется таким образом, что чтобы попасть в организм человека, ну то есть на клеточном уровне механизма, вирусы SARS-CoV-2, они должны связаться с рецепторами, которые называются ACE2, то есть ангенопитезин, превращающий фермент, расположенный по поверхности клеток легких. Вот этот фермент, он расположен по поверхности клеток. И только соединившись вот с этим вот ACE2, коронавирусы проникают в клетку и начинают размножаться, приводя к болезни. А мелотонин снижает количество свободных рецепторов ACE2, в результате чего количество связей вируса с ферментом снижается, что приводит к поражению минимального количества клеток. А значит коронавирусная инфекция будет протекать легкой формы. Дополнительно плюс к этому мелотонин уменьшает воспалительную реакцию в месте проникновения вируса и контролирует иммунный ответ, не давая развиться тому самому стокиновому шторму, по которому тоже все наслышаны за это. Вот. То есть вот это вот как бы такая связь на злобу дня мелотонина. теперь значит я хотела бы особо еще коснулся с тем что я уже а вот еще тоже вот такая показательная картинка которая хотела продемонстрировать вот этого вот суточного подъема мелотонина. То есть вот он низкий-низкий-низкий вот он пошел-пошел-пошел-пошел-пошел вот максимум и к утру он начинает снижаться. И вот видите здесь вот человек спит. То есть он должен быть как бы шапочкой из мелотонина полностью укутан защищен и в этот момент должны происходить все процессы необходимые для восстановления физиологии на следующие сутки. И вот теперь перехожу к следующей картинке как раз по поводу сокращения синтеза мелотонина с возрастом. Опять же напомню что в прошлый раз я говорила о том что сначала у ребенка мелотонина собственно практически не вырабатывается ни внутриутробно ни в первые месяцы жизни. Отсюда вот я тогда подчеркивала очень важно естественное вскармливание потому что мелотонин ребенок получает сначала внутриутробное спрои матери а потом вместе с молоком он содержится в молоке и если ребенок не будет получать мелотонин достаточно то восполнить ему его в этот период неоткуда. где-то к пяти годам естественный уровень мелотонина повышается очень сильно вот пиковая его величина и потом постепенно вот здесь хорошо видно по возрастам вот линеечки где написано по возрастам и вот он снижается 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 и к сожалению определенному возрасту снижается вот уже до совсем малых значений вот здесь написано после 70 лет к сожалению это вообще сейчас очень изучаемый такой вопрос вернее не к сожалению это к сожалению я другое хотела сказать сейчас это очень изучаемый подробный вопрос потому что как бы вот это вот возрастная зависимость понятно а как ее преодолеть и как оставить поддержать так сказать на высоком уровне выработка мелатонина пока ну уже что-то на эту тему пишут но пока еще конечно совершенно не ясно и причина в основном как считается на данный момент времени может быть какие-то исследования что-то новое покажут что с возрастом мелатонина постепенно кальцифицируется то есть когда появились мощные томографы которые вот эти очень маленькие структуры могли рассматривать то заметили что на эпифизе существует большое количество отложения большое количество солей кальция и фтора которые начинают покрывать железу таким плотным панцирем и наростами и соответственно чем старше человек становится чем больше проблем у него с метаболизмом то тем больше у него этих инволюционных изменений в этом органе и как бы пока это такая большая медицинская проблема кальцификация эпифиза находится здесь на стадии изучения понятно вот есть уже какие-то там наработки по этому поводу прежде всего связанные с тем что как нормализовать обмен кальция который не только в смысле эпифиза остростой в организме потому что у нас кальций вымывается из тех мест где он нужен то есть из костной ткани и зубов и наоборот откладывается в тех местах где он совершенно не нужен то есть стенки сосудов мышцы железа внутренней секреции и так далее потому что сейчас я даже этого касаться не буду потому что можно отдельно в течение полутора часов об этом рассказывать что там за механизмы и как они действуют вот я как бы от так сказать химии перейду вот к физиологии уже к неврологии даже я бы сказала психоневрологическому аспекту мы все знаем прекрасно пословицу что сон лучшее лекарство сейчас секундочку извините я просто немножко поболела голос не совсем так вот как бы мы знаем прекрасно что у нас существует в организме два взаима разнонаправленных процесса ну даже не процесса а систем процессов то есть это мобилизации мы ее называем бодрствованием когда идет ресурсы затраты и восстановление это сон когда происходит ресурс восполнения то есть когда организм работает на выход во время мобилизации и на вход во время восполнения во время бодрствования физиология затратная по типу в том числе в ней доминируют катаболические процессы то есть процессы разрушения и с высвобождением энергии а во время сна она восполнительная то есть наоборот происходит синтез различных веществ ремонт клеток синтез всего необходимого что нужно для физиологии то есть преодолевает анаболический процесс и понятно что происходит активация всех соответствующих систем нервной гормональной тканевой клеточной регуляции как на ту фазу так и на другую фазу вот без необходимой длительности и качества восстановительной фазы то есть самовоспроизведение организма физиологии организма в должной степени не произойдет останется дефицит который будет добавляться с каждым суточным витком то есть виток проходит и дефицит накопился еще один виток еще накопился и дальше 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 энергетический структурный химический дефицит будет накапливаться пока не достигнет критического невозвратного уровня с которого начнется ступенчатая или каталептическая деструкция организма то есть организм пока есть резервы и возможности он компенсирует и латает по принципу залатать и компенсировать самое главное а остальное потом лучшие времена когда будет возможность будет отдых будет временное а затем наступает декомпенсация иногда особенно в мужском организме это просто одномоментно финально деструктивная ситуация когда сразу невозвратно рушится много много чего и человек к сожалению ощущая вот этот энергодефицит который постепенно у него становится постоянным стечением жизни стечением удовлетворения различных потребностей которые перед ним стоят и жизненных задач он привыкает к этому энергодефициту стабильному перманентному и человек начинает он становится склонен очень склонен восполнять энергодефицит не естественными процессами отключаясь естественно энергия в отведенное для этого природой время то есть во время сна а ну сейчас как бы применяя слова природообразно природа соответственно я бы сказал в соответствии да с этими лариса я дико извиняюсь но у нас время вот уже подошло к концу если можно да а у меня еще 10 минут не время уже закончилось мы 45 минут записываем да вы что это я значит получается неправильно да все одна минута лариса подытоживаем да я подытоживаю то есть я на вот этом вот фрагментарном я показала насколько важен момент подключения я прямо так и говорю слово подключение к ну поскольку мироздание это волновая структура то нужно подключиться своими параметрами необходимыми вот к этой вот большой системе которая будет заставлять внутрифизиологический процесс работать правильно я вот единственное хотела бы ну я сейчас говорила как бы с медицинской точки зрения да а вот Владимир Мономар в своем поучении пишет следующее да не застанет вас солнце в постели воздав полу потом перечитать что полуденное от помьё присуждено от Бога в эту пору почивают звери и птицы и люди то есть мы к сожалению в своем ритме жизни ушли от вот этих вот традиционных а они раз традиционные они же и есть природоподобные они из той целесообразности вышли мы отошли вот от этих вот циклов мы перестали жить в них и тем самым мы стали разрушать все физиологические и производные от них психологические циклы в своем организме и я считаю что обязательно каждому человеку нужно об этом думать на эту тему очень много читать литературу еще очень много на эту тему и стараться прежде всего восстанавливать естественные циклы и когда он их восстановит он поймет что они они естественным образом будут работать на его физиологию и на ее устойчивость то есть на здоровье ему не нужно будет применять кучу всяких вещей из цивилизации для того чтобы это все оно будет работать естественным образом я хочу сказать следующее буквально одна минута культура восьмичасового сна она появилась относительно недавно это первое если бы мы жили в 18 веке не говоря о том что там в 17 в 16 то культура сна была совсем другая у всех на Руси в Европе сон делился на две части он так и назывался сон первый и сон второй это есть упоминания там в литературе в других в мемуарах там даже у Пушкина в Евгении Онегине у Чосера в кентерберийских рассказах то есть как это выглядело люди ложились спать спали 3-4 часа потом просыпались часа на два в порядке вещей было сходить к соседям попить чайку что-нибудь там книжки почитать и потом это был первый сон а потом они через два часа ложились это был второй сон и все нормально было так сказать с мелатонином и со всем остальным кстати все прекрасно знают что после рабочего дня перед сном нашим современным ну к примеру там супругам выполнять супружеские обязанности ну мягко говоря не всегда хочется а вот после первого сна если почитать литературу очень даже они и выполняли поэтому как-то вот так вот я думаю что первый сон как раз накладывался на выработку мелатонина потому что он вырабатывается максимально в течение трех-четырех часов ну и хорошо и не будем продолжать у нас нет времени Александр Александр у нас осталось время поблагодарить Ларису Ларис спасибо вам большое очень интересно выполняем рекомендации да очень на самом деле интересно я конечно с нарушениями живу но буду исправляться под влиянием ваших лекций с тем что жить в бодрости и в радости буду просто одна еще такой комментарий на самом деле на Кавказе ложились в соответствии с циклами времени зашло солнышко легли на разведе встали поднялись и вот вроде бы высыпались все успевали делать да конечно да это только последние 200 лет для справки все потом времени нет все отмечаем охер много жили давайте все счастливо всем спасибо